Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, праздники закончились. Давайте подведем итог этих праздников. Во-первых, о том, как все в мире связано. Вот обратите внимание, 21-го Ниссана, это говорит один из мудрецов Талмуда, Раби Ханина Берпапа, он говорит, что 21-го Ниссана мать Рашмар Шарабейну положила маленького ребенка в ларец из папируса и опустила в Нил, подчиняясь Драхоновскому указу фараона о истреблении новорожденных младенцев. Казалось бы, Маше обречен на смерть, однако ангелы спасли его, и этот день стал великим днем. За год до событий исхода, тоже 21-го Ниссана, Маше отправляется из Медиана в Египет, чтобы по порчению Всевышнего вывести из дома рабства своих соплеменников. Перед этим, 15-го Ниссана, Бог явился ему в горящем кусте, неопалимая купина, и 7 дней убеждал скромного пророка взять на себя эту почетную миссию. Так вот, обратите внимание, та памятная 7-дневка в последствии стала неделей Пейсаха. Так это все рождалось, и как в мире все взаимосвязано, когда нам кажется, что все случайно. Теперь давайте проследим за тем, что стало с теми, кто вышли из Египта. Есть две модели. Предположим, человек выходит из рабства, ему хозяин дает какие-то деньги, и вот он выходит в мир. Если бывший раб разумно распоряжается деньгами, вкладывает их, создает какой-то бизнес, приобретает что-то, то после какой-то репутации, общественного положения, найдем его в хорошем доме, с семьей, ощущением, что жизнь удалась. И он поднимает фужер за своего господина, который отпустил его и дал ему какие-то деньги. Если бывший раб, ему ударяет свобода в голову, он живет в свое удовольствие, снимает люксовский номер, проедая все, то скоро мы обнаружим его на улице без копейки. И он тогда опустился на дне общества и говорит, поднимая, зачем ты меня отпустил. Мораль этой слов такая. В Пейсах мы празднуем освобождение из Египта. Но это только начало длинного пути. Мы вышли на свободу и получили великое духовное имущество. Тору, заповеди, веру, наставление, традиции, наследие предков. И каждый год мы собираемся вместе, отмечая этот праздник, чтобы отметить избавление. И это прекрасная возможность подвести предварительные итоги. Надо заняться самоанализом. Как мы использовали данную нам за год свободу? Что мы сделали с тем великим даром, который получили? Стали ли мы лучше? Стали ли мы моральны? Стали ли мы... Или наоборот, общество портится и все хуже. Что вам сказать? Нет, ответ не столь однозначен. Наверное, каждому человеку, если он не успел в Пейсах, предстоит хотя бы сегодня посидеть с этим вопросом. Но Мацан вместе с горькими травмами, так живет этот мир, к сожалению, не все так просто. Теперь мы продолжаем с вами счет омера. Сегодня очередной день омера. И день этот такой очень интересный. Сегодня, если говорить совсем по-простому, надо немножечко подумать о том, надо ли кого-то критиковать. А когда я критикую другого или нет, нет ли в этом моего какого-то собственного неуважения, раздражения, я срываю его на других. Не кроется ли мое удовлетворение внутри из неудачи и того, с кем я разговариваю? Вообще, задание на день, которое давали мудрецы сегодня, это прежде чем критиковать кого-то, дважды подумайте, продиктовано ли это заботой и любовью, или вашими какими-то внутренними суждениями. Вообще, спросите себя, когда я критикую другого. Это каким-то образом отличается от моего отношения к самому себе? Владеет ли мною скрытое удовлетворение от неудачи другого человека? Или все мои действия продиктованы только все же любовью, повторяю? Итак, перед тем, как сегодня принять решение о вашем отношении к другому человеку, дважды подумайте, чем вы движены? С такой заботой и любовью или чем-то другим? Очень важная вещь еще, это как бы понимать, что выплескивать все, что у нас, даже если это какая-то критическая масса на других, это невозможно. Наоборот, человек, который умеет держать себя в руках, который понимает, что все от Бога, это совершенно другой человек, другого уровня. Приведу простой пример. Многие изучающие Тор люди знают издание Рамбама, Ята Хазака, это Раф Френкель написал. И он был величайший знаток Рамбама, и он посвятил жизнь свою собиранию и восстановлению зданий его трудов. И вот когда-то Рафу Френкель сообщили, что в Каирском музее хранится труд Рамбама, с которым до сих пор никто не был знаком. И руководство не соглашается его продавать, даже за огромные деньги. И даже скопировать не разрешает. На протяжении многих лет Раф Шабтай, безусловно, ну все сделал, чтобы попытаться с рукописи добраться, ничего не получается. Но однажды хозяин музея, зная о том, что Френкель хочет получить эту рукопись, назвал баснословную сумму. Раф отправился на поиски денег, достал эти деньги. Сделка была совершена. И древний свиток доставлен в Израиль, в университет, где там специальная работа ведется. Для рукописи приобретен специальный сейф, куда его поместили после снятия, должны были поместить после снятия копий. И вот Раф со своим ассистентом зашел в специальную лабораторию, чтобы ознакомиться. В руках ассистента была чашка кофе. И когда доставали свиток, в этот момент какими-то невероятным образом кофе переливается и заливает весь свиток. Древняя рукопись была утеряна абсолютно. Раф вышел из комнаты, через несколько вернулся минут с полной чашкой кофе, которую я протянул ассистенту, и сказал, не расстраивайтесь. Если так произошло, значит нам не суждено было узнать содержание свитка. Все от Бога. Когда ты воспитал в себе нормальные, хорошие качества, когда ты владеешь собой, когда ты знаешь, что все от Бога, ты совершенно другой человек. Даже со стороны можно показаться, что погублено то, из-за чего ты жил, ты понимаешь, что это не так. Брахава, Цлаха, вдумайтесь в эту мудрую историю. Спасибо. Спасибо.